МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте поговорим о чем. Мы знаем, что в Центральной дирекции управления движением организована системная работа по взаимодействию с пользовательными услугами ЖД-транспорта. Одним из главных направлений является, конечно, доставка грузов в срок. Как обстоят дела в дирекции? Какие меры вы принимаете для своевременной доставки грузов именно в срок? Сегодня мы имеем вот эти какие-то, я считаю, рамки, которые в свое время были созданы, возможно, даже где-то искусственно, и пытаемся как-то под эти рамки себя подстроить. Я почему об этом говорю? Мы изучали опыт других железных дорог. Это и железные дороги бывшего Советского Союза, это и железные дороги Китая, Германии, Америки. И везде доставка грузов в срок – это понятие, знаете, достаточно дискуссионное, и у всех оно свое. Например, в Германии что такое доставка грузов в срок? Если говорить о массовых грузах, а у нас мы понимаем, что в основном это уголь, там порядка 30-40% всего объема перевозок. В Германии очень просто. Если цепочка поставок не прерывается, если на складах существует какой-то минимальный норматив груза, то весь последующий груз, который доставляется на эти склады, он считается доставленным в срок. И нет такого, что мы должны доставить, например, за 5 суток, 7 суток, 9 суток. Такого в принципе нет. Если мы говорим о каких-то специализированных поездах, например, контейнерных поездах, еще каких-то других поездах, требующих особых условий доставки в соответствии с какими-то заключенными договорами, то здесь, конечно, существуют другие параметры. Например, среднесуточная скорость движения этих контейнерных поездов. У нас же несколько все по-другому. Мы говорим как о скорости доставки груженной отправки, которая, кстати, у нас по годам и определена долгосрочной программой развития, и КПМИ. Мы говорим о надежности доставки. А что такое надежность доставки? Это все количество отправок, которые мы доставили, или отношение количества отправок, доставленных в срок, ко всему количеству отправок, которые мы доставляем. А зачастую этот груз в порту, например, или на погранпереходе никто не ждет. Но мы говорим, что мы должны были доставить его условно за 7 суток, но мы его доставили за 10 суток. Значит, мы его доставили не в срок. Но когда на складах должно находиться 900 тысяч тонн груза условно, а из-за того, что мы не привезли вот эти 6 тысяч, оказалось 894 тысячи, и никто, в общем-то, не замечает. Но у нас вот эти рамки, они, к сожалению, нам говорят о том, что мы груз в срок не доставляем. Но это такое лирическое отступление, то есть это чтобы подумать и на перспективу решить, а надо ли в дальнейшем себя жестко к этому привязывать. Почему я так говорю? Потому что это же расходы, понимаете? То есть любое ускорение в продвижении груза, это не просто так, это дополнительные расходы. Это дополнительные расходы, которые несет компания. Переда решений. И, безусловно, необходимо находить какое-то оптимальное решение вот этой проблемы, чтобы и грузоотправитель, и грузополучатель были удовлетворены, и чтобы российские железные дороги получали оптимальное соотношение доходов и расходов. Но, тем не менее, мы сегодня понимаем, что надежность доставки, скорость доставки, это, в общем-то, одно из наших конкурентных преимуществ. И, кроме того, есть определенные задачи, которые поставил и генеральный директор компании, Олег Валентинович Белозеров. А задача такая, она очень серьезная, стопроцентная надежность доставки, над которой мы работаем. И сегодня нам удалось достигнуть значения около 99% надежности доставки. То есть мы сегодня те задачи, которые поставлены перед нами внешним контуром, выполняем. Но, возможно, вот до той задачи, которую ставим сами для себя, нам еще, как говорится, есть куда стремиться. Но сегодня в этом вопросе мы очень серьезно развиваем информационные ресурсы. И сегодня эти информационные системы делают процесс доставки груза совершенно прозрачным. И сегодня каждый вагон, который на сети российских железных дорог следует с отклонением от заданных параметров по надежности скорости доставки, мы видим. Мы видим. Сегодня мы управляем каждой отправкой. Потому что вагон, это, ну, вроде, что такое вагон? Сегодня мы говорим об отправке. То есть если это повагонная отправка, то это вагон. Если мы говорим о маршрутной отправке, то это целый организованный состав. Если это групповая отправка, то понятно, что это группа вагонов. И сегодня мы занимаемся уже управлением каждой отправки. Сегодня в компании существует процессная модель по своевременной доставке груженной отправки. И, конечно, вот эта модель сегодня начинает работать. И мы даже вот на начальном этапе ее работы уже выявили шесть разрывов, из-за которых сегодня есть вероятность доставить отправку в невустановленный срок. То есть сегодня, безусловно, мы занимаемся устранением этих разрывов. Сегодня мы дальше идем по этому пути. Сегодня мы формируем культуру надежности и сувеременности доставки груза у каждого работника, связанного с этим вопросом. Сегодня наша цель состоит в том, чтобы каждый работник, работающий на железнодорожном транспорте и участвующий в перевозочном процессе, понимал свою ответственность перед клиентом, который платит деньги за то, чтобы мы оказали ему услугу своевременной, с надлежащим качеством. То есть он такой процесс многофакторный, разноплановый, но, к сожалению, вот этот процесс зависит не только от нас. Он зависит от наших партнеров, например, от сервисных организаций. И в этом году зимой мы столкнулись с серьезной проблемой по качественному ремонту тепловозов, например, на БАМе, в таких депо, как Тында, Комсомольск, Новый Ургал и так далее. И, конечно, некачественный ремонт, он зачастую приводит к тому, что либо под готовый поезд на графиковую нитку локомотива просто нет, либо он есть, но качество его работы таково, что оно позволяет поезд отправить только со станции отправления, но на следующей станции локомотив уже выходит из строя, его приходится отцеплять, поезд закреплять, и, соответственно, возникают дополнительные риски. То есть, если бы вопрос зависел только от качества работы российских железных дорог, то надежность доставки сегодня была бы уже в районе 99, я думаю, как минимум 8 или 9 десятых процента. А вот из-за того, что участников достаточно много, это и наши подрядчики, это и те, кто нас обеспечивает аппаратурой, например, СЦБ, те, кто нам ремонтируют локомотивы. Конечно, мы пока не можем преодолеть эту планку, которую сегодня достигли, но в этой процессной модели эти партнеры наши уважаемые тоже увязаны, тоже задействованы, и вот один из выявленных разрывов, он как раз касается области взаимодействия с нашими коллегами. Но они тоже на равных также должны нести ответственность за то, что происходит. Конечно, мы только за, но сегодня, пока эта система работает, скажем так, с определенными сбоями, но сегодня, выстраивая договорные отношения, мы стараемся в договора закладывать сразу ответственность наших коллег за как раз вот скорость и надежность доставки груза. И хотелось бы, знаете, затронуть тему цифровизации. Ну, это наше все, сегодня это ключевая задача тоже среди тех, что мы с вами обсуждаем. Новые требования предъявляются к предоставлению качества услуг, да, и процессный вот подход, который мы обсуждаем. Вот по каким направлениям идет развитие именно цифровых технологий в Центральной Дирекции Управления Движением? Вот как раз одной из целей поездки на Восточный полигон в Центр Управления Перевозками на Восточном полигоне было посмотреть, как работают те модули, которые мы реализовали на Восточном полигоне. Он у нас пилотный, он у нас, скажем так, наиболее прогрессивный в этой части в рамках интеллектуальной системы управления железнодорожным транспортом, так называемой системы ИСУШД. А сегодня реализован ряд функций, связанных с медносуточным планированием эксплуатационной работы и контролем за исполнением вот этих планов, причем в автоматизированном режиме. Если раньше этот процесс был трудоемким и недостаточно, может быть, точным, и в большей степени был субъективным, основанным на уровне профессионализма тех или иных работников, которые участвовали в этом процессе, то сегодня это все автоматизировано на основе оперативных данных по подходам, по поездообразованиям. Да, это математические, как правило, модели, которые работают успешно с точностью, превышающей уже где-то 3-95%, и, конечно, они работают достаточно устойчиво и себя зарекомендовали с самой хорошей стороны. Второе направление в рамках этой же системы – это автоматизированная разработка техническо-распределительных актов станции, технологических процессов работы станции, которая для конкретной станции на основе перспективных или предъявляемых каких-то параметров, которые необходимо просчитать, может выдать оптимальные варианты и оптимальную технологию работы той или иной станции для решения вот этих задач. Причем это также уже реализовано в прошлом году, начинает работать, и первые результаты, я думаю, мы в первом полугодии текущего года уже сможем как-то оценить и понять, куда в этом направлении дальше необходимо двигаться. Кроме того, сегодня на сети реализуются проекты цифровых станций. Пилотами выступили в этом вопросе две станции сетевого значения сортировочные – это станция Кенель и станция Челябинск-Главный, на базе которых уже тоже отработаны функции планирования эксплуатационной работы, то есть планирования приема поездов формирования, отправлений на нитку графика, планирования локомотивов, локомотивных бригад, работы вагонного комплекса с точки зрения своевременной обработки. И вот эти планы сегодня, по большому счету, без участия человека, выдаются на мобильные рабочие места всех причастных работников. Это не только работники станции, это работники и эксплуатационных вагонных депо, это и работники эксплуатационных локомотивных депо, которые видят, в какое время какой поезд будет сформирован, на какой путь выставлен, когда к нему необходимо подойти или подогнать локомотив, и на какую нитку этот поезд необходимо отправить, то есть предварительно выполнить все технологические операции. И сейчас уже реализуем функции контроля исполнения этих планов, и в текущем году мы планируем не менее чем на 40 станциях, а это станции в первую очередь восточного полигона, пока мы не затрагиваем центр, не затрагиваем западную часть, но в этом году мы аналогичный функционал хотим реализовать на станциях восточного полигона, исходя из того, что вы говорили в первом вопросе, потому что самое приоритетное внимание именно туда. Кроме того, буквально в марте закончилась опытная эксплуатация автоматизированной системы организации вагонопотоков. Это совершенно новый подход к организации формирования поездов, к плану формирования поездов, который отражает не только какие-то технологические аспекты с точки зрения кратчайших маршрутов следования той или иной отправки, с точки зрения сокращения количества переработок в пути следования вагонов с грузом или порожних вагонов. А эта система, она в последующем должна быть интегрирована системой Косудр, которые в комплексе будут позволять оценивать каждую отправку с точки зрения ее формирования в поезд и проследования по тому или иному маршруту сети с точки зрения экономики. То есть наиболее экономически выгодные маршруты будут выбираться. Я могу привести пример. Например, сегодня вагон, погруженный где-нибудь в Верхнем Улаке назначением на станцию Ванино, он может следовать двумя маршрутами, как минимум двумя. Напрямую через Верхнезийск, Февральск, Новый Ургау, Комсомольск и дальше там, значит, Ванино. А может следовать через Тынду, Бамовскую, Сковородино, Волочаевку и вновь подниматься на этот же Комсомольск. Казалось бы, напрямую ехать короче, короче и вроде бы как должно быть быстрее. Но мы понимаем, что это однопутный, неэлектрифицированный ход. Как правило, деревянная решетка. Где-то, значит, есть ограничения по весу, ограничения по скорости. А Транссип – это все-таки двухпутное исполнение, железобетон, электровозная тяга и скорости, несколько другие веса у этих поездов. И с экономической точки зрения нам даже выгоднее вот этот вагон, погруженный там, где я сказал, привезти Ванино другим альтернативным маршрутам. И вот эти системы, они как раз будут нам рассчитывать и выдавать рекомендации, каким образом нам лучше в той или иной ситуации по какому маршруту пропустить ту или иную отправку. Кроме того, мы понимаем, что у нас вот сейчас начался сезон ремонта инфраструктуры. То есть какие-то направления перекрыты многосуточными закрытиями. Ну, не перекрыты в полном понимании этого слова, а частично ограничена пропускная способность этих направлений. И, конечно, вот эта автоматизированная система организации вагонопотоков, она нам тоже подскажет, по какому направлению лучше пропустить ту или иную отправку, тот или иной вагон, либо по этому, либо по какому-то параллельному направлению. То есть это тоже тема весьма перспективная. И это только, скажем так, небольшой блок вопросов, которые сегодня мы вот при помощи наших цифровых платформ, цифровых сервисов реализуем в Центральной дирекции управления движением. И, безусловно, дальше будем заниматься и, конечно, развивать еще и другие направления. Я уже не говорю про аппаратно-программный комплекс «Эльбрус», который вместе с ВНИИЖ реализуем, который позволяет экономить от 3 до 5% электроэнергии на маршруте. То есть, безусловно, это тема суперактуальная и архиперспективная. И, конечно, за этим будущим мы это прекрасно понимаем, этим занимаемся. Спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы и за эту очень полезную и такую обширную беседу. Хочу пожелать вам успехов. Надеюсь, что мы встретимся через какое-то время в студии и будем подводить итоги тех намеченных планов, о которых вы нам рассказали, и, в общем, тех вопросов, которые сейчас стоят на повестке и компании, и вашей дирекции. Да, я думаю, что при следующей встрече я уже по ряду позиций, которые я сегодня назвал как перспективные, смогу уже какие-то предварительные итоги уже тоже рассказать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.